Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Мы начинаем передачу беседы с батюшкой, и сегодня воскресный вечер у нас в гостях в прямом эфире протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры! Батюшка, с такого вопроса хочу начать. Как правильно понимать то, что Бог определил каждому человеку разное время, место и религиозную среду земной жизни? Получается, что если ребенок родился, скажем, в Саудовской Аравии в XIX веке, то ему практически невозможно узнать о Христе, но он может стать правоверным мусульманином. Значит ли это, что Богу не угодно, чтобы все были христианами и православными? Нет, не значит. Потому что любой человек может из Саудовской Аравии выехать или уйти пешком, или на верблюде, и оказаться в христианской среде, в которой всегда церковь присутствовала на территории Северной Африки, и бывала и торговля. Поэтому, в общем, совсем нет. То есть каждому человеку, где бы он ни родился, и когда бы он ни родился, Господь дает возможность узнать о Христе, о христианстве, о спасении. Конечно. А потом сказано в Писании, что в каждом народе, делающий правду, приятен Господу. И вот эти, зависимо от того, человек мусульманин или язычник, его душа-то христианская. Им же вся быша, что начала быть. Поэтому христианство – это то, что лежит в основе существа человека. Поэтому человек, действуя по совести, он будет действовать по-христиански. Даже принадлежа какой-то другой религии. По рождению. По рождению. Да, конечно. Но при этом человек не принимает святое крещение. Не принимает... Ну, он просто это не знает. И это же нельзя ему поставить в вину. Что человек, допустим, не знает микробиологии. Или что человек не знает существования пенициллина. Так что 19 век и раньше, вглубь веков, страны вымирали до половины населения. От каких-то болезней, моровых поветрий. А спасение было вообще тут рядом. Так что чего? Всякие бывали вещи. Просто Господь смотрит на внутренний человека. Потому он и запретил нам судить о другом человеке. Ну, конечно. Просто христианский путь, он такой прямой и ясный. И в любой религии, в любой христианской конфессии человек может в силу своей природы христианской, он может действовать как христианин. И даже вот, ну, я встречал таких мусульман, которые фору дадут большинству христиан. Вот по своему внутреннему устроению, духовному. Вот, кстати, такой вопрос еще один есть. Кто такой воцерковленный человек? И всегда ли он является христианином? Нет, конечно. Совсем не всегда. Это тот человек, который вошел в систему церковных правил. Знает что, когда, как. Конечно. Он знает, как устроено молитвенное правило. Он знает систему праздников. Он знает, как и чем живет церковь. Ну, чего большинство населения вообще не знает и даже не интересуется. Он интересуется и знает. Он может быть знатоком устава или церковного пения. Вообще быть профессионалом в этом деле. Но не быть христианином по сути. Просто эти знания, они могут способствовать тому, чтобы человек стал христианином. Вот интересно, один человек и не думает об этом, а ведет себя по-христиански. А другому, казалось бы, все дано. А он от христианства отходит все дальше и дальше. Ну, да. Так вот, получается, как бы несправедливо по отношению к людям. Одним все и без их ведома, а другим препятствия. Ну, Господь сам знает, как распределять свои дары. Ну, разве апостолу Иуде, который был Искарио, разве не все было дано? Ничем не был умален перед другими. Ну, вот. Ну, все-таки вот он как-то выбрал свой собственный путь. Он же сам выбрал. Поэтому каждый человек, он выбирает. И вот этот выбор, он и влияет на взаимоотношения человека и Бога. Может ли что-то внешнее стать между человеком и Богом и отделить человека навсегда от Бога? Нет, навсегда невозможно, потому что всегда, пока человек жив, есть покаяние. Многие люди, они вот говорят, что те-то или те-то препятствия мне мешали или мешают. Мне это неведомо. Как это может случиться? Ну, да. Могут быть какие препятствия? Ну, препятствия к тому, чтобы ходить в храм. Человек оказался там до ближайшего храма 350 сотен километров. Ну, так и это и есть препятствие. Но молитва, она пронизывает любые пространства. Космонавты вон там на орбите молятся Богу и иконы с собой берут. У нас с женой нет своих детей. И чтобы послужить Христу, мы взяли мальчика, сироту. Один и три года. Мы хотим вырастить в нем любовь к Богу и вырастить из него христианина. Но нас пугают плохими генами малышей-сирот. Скажите, насколько сильны эти плохие гены? И насколько они могут помешать нам? Это мифы. Дело в том, что всякие предполагаемые гены, они совершенно не способны препятствовать воспитанию. То есть наследственность может быть преодолена в воспитании? Да, конечно. Ну, в общем, мой опыт многолетний показывает, что дети, которые изъяты из плохой среды, которые устроили им собственные родители, они в течение двух лет преодолевают просто родительский уровень и вырастают над ними и совершенно становятся другими детьми. А вот препятствуют детям больше память. Ну, те слова скверные, которые они успели наслушаться и, так сказать, живут в их уме, пока без понимания, потом и дальше они будут отравлять эту жизнь. То есть все равно антивоспитание больше мешает, чем гены. То есть гены можно потихонечку, так со временем, в процессе воспитания... Конечно, конечно. ...пригасить. Есть вопросы у нас? Здравствуйте, мы слушаем вас. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, ну не забывайте меня, пожалуйста. Это Екатерина из Машки не беспокоит вас. У меня есть такой вопрос, батюшка. В 10 января 2016 года исполняется год муж, который умер у меня. Как раз, получается, святые дни после Рождества, четвертый день, получается, воскресенье, 10 января. Можно ли поминать мужа в этот день? Будьте добры, скажите. А смотря, что вы понимаете под словом «поминать»? Потому что все люди вкладывают в это что-то свое. Вот что вы вкладываете в слово «поминать»? Алло. Да-да, я слушаю. Ну что такое «поминать» по-вашему? Почитать молитву о усопшем. А почему нельзя-то, я не пойму. Ну я думаю, святочные дни. А что святочные дни? Нет, а почему нельзя-то, вот я не пойму. Ну, вроде как праздник, это праздничные, раздельские дни. Ну праздник, а разве вспомнить усопшего, это не праздник? Ну вот я хотела узнать. Ну а что тут узнавать-то? Тут как бы ясно, что такого. Ну вот, значит можно, слава тебе Господь. Нет, ну а почему нельзя-то, вот я никак не могу понять, что тут такого ужасного в том, что помолились, съездили на могилу, собрали родственников. Вот что такое-то? Ваше, по аналогии со Светлой Седмицей, когда нет церковного поминовения усопших, вот и здесь, наверное, есть сомнения. Так нет, собираются же дома встретить. Кто может тут воспрепятствовать? Где это написано? Непонятно совершенно. Если бы человек сказал, я хочу на святках устроить попойку с плясками, песнями и дракой в конце. Вот можно ли? Или лучше отложить после богоявления? Я бы сказал, что отложить вообще навсегда. И еще заповедовать, чтобы не устраивали попойку с дракой на моих похоронах. Ну это понятно. Но тут-то чего? Собрались люди, помолились, вспомнили человека. Но это вот пример зависимости человека от неких правил. Но правил-то нет таких. Причем, да, придуманных самими же людьми. Да, сами сочиняются, сами от них зависят. Понимаю, что смирение – это ключевое понятие православия. Выясните, пожалуйста, его смысл. Как нужно вести себя? Ведь ситуации бывают разные. Ну, а в разных ситуациях нужно вести себя со смирением. Что, неужели, когда Александр Ярославич разрубал до седла псов-рыцарей, и они тонули на льду, он что, в этот момент терял свое смирение? Как оно в нем было, так и со смирением. Прямо до седла на две половинки. И все. Очень. С большим смирением. Но современному человеку трудно отличить смирение от несмирения. Ну, трудно. И тогда ничего об этом рассуждать. Если ему, современному, так трудно. Хочется инструкцию. Это смиренно, это несмиренно. И так. Нет, смирение – это состояние души. В отдельных случаях бывает наглядно и можно использовать как иллюстрацию. Конечно, как рубился Александр Ярославич Невский на Чудском озере, это такой неяркий пример смирения. Там его трудно углядеть. Можно, как другие из его жизни, взять примеры. Ну, например, когда выгоняли новгородца, потом звали, и он смиренно их прощал и опять начинал их защищать. Несмиренный человек сказал, да пошли вы. Защищайтесь сами. Но они смиренно у него просили, сказать, ты нас прости. Он их прощал со смирением. Это более наглядный, конечно, пример. Но я уверен, что когда он топил псов рыцарей, он тоже делал со смирением. Потому что это было качество его души. Он с этим качеством и жил, и свою профессиональную работу князя, который и есть полководец, он и осуществлял. Он укращал бунт своих людей и ездил на поклонение в Орду. Тоже со смирением. С постированием. Конечно. Потому что он видел дальше собственного носа. Потому что в кухонных разговорах всегда осуждают командующих. Потому что, понятно, любая тетка в переднике, она лучше разбирается в политике, чем министры и прочие специалисты по данным регионам. И это понятно. Есть вопрос у нас, батюшка. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, батюшки. Разрешите обратиться? Разрешаю. Обращайтесь. Скажите, пожалуйста, какой святой является покровителем работников органов госпитопасности? Спасибо. А такого, по-моему, нету. Трудно сказать. Я что-то не знаю. Сейчас многие такие рода и виды восьми имеют. Не многие. Некоторые имеют. Но это по просьбе. В мою бытность, хотя там много. Сам председатель Николай Платоныч. Он вообще очень почитал святителя Николая и верующий человек православный. Но сама как структура, имеет ли своим покровителем какого-то святого, при мне таких запросов не было. Ну, если вы уж очень хотите узнать, напишите в ФСБ-то. И все. И будете молиться этому святому. Вот, да, еще был день чекиста, как раз вот, очень как поуместно. Хоть вот у меня такие вот размышления благочестивые. Не могли бы вы мне указать. Вам ответят очень скоро. Потому что народ там очень вежливый, образованный. Как раз, батюшка, что такое образованный человек? Какие дисциплины нужно для этого изучить? И изучение каких дисциплин может быть вредным? Оккультных дисциплин вредно. А все остальные весьма полезно развивают. Наиболее гуманитарные. Философия, история, литература. Это вот то, что формирует личность человека лучше. Хорошее влияние на человеческий ум оказывает математика. Организует мышление. Учит ставить задачу. Видеть перспективу. Это очень, весьма полезно. От математики можно шаг сделать. Вот очень многие музыканты, они, например, математиками. И наоборот. Математики очень тяготеют к музыке. Они чувствуют ее структуру. Если обычный человек, он воспринимает музыку как, ну, эмоциональную только. А вот математики, они хорошо разбираются в музыке. И очень часто. Я много знал математику. И сейчас знаю, многие, слава богу, живы, что они вот музыку очень хорошо знают и играют на инструментах. Ну, в основном на фортепиано. Это очень такой интересный такой феномен. И я, когда был молодой, я этому удивлялся. А потом как-то уже стал сам соображать в этом. Как-то открылась эта свясть. Да, в общем, как-то я это, ну, увиделось, что ли. Ну, можно сказать, и открылась, конечно. Вот скажите, когда сложилась практика причащаться натощак? И с чем это связано? Довольно рано эта практика. По-моему, даже есть какое-то постановление. Это такое, какое-то соборное. Но это вот, по-моему, третий-четвертый век. Вот, если я не ошибаюсь. У нас будет передача. Вот с очень хорошим человеком. Отцом Михаилом Желтовым на телеканале «Спас». Мы с ним договорились принципиально. Он знаток как раз. Да, он знаток и прекрасная память. Я так уже многое забыл. Ну, в ранние века жизни церкви. Вот этот ефористический пост, он сложился первым из всех существующих постов. Уже потом и многодневные посты появились. И пост в среду, и пятницу. А вот именно ефористический пост, он был началом всего. Я думаю, что это связано с тем, когда церковь получила как-то возможность служить литургию, ну, там, ранним утром. Вот, тогда, то, что когда ночью, ну, это трудно было понять, как, когда пост начинать, потому что часов-то не было. Сейчас и первоклассника без часов не найдешь. А тогда же, как, знаете, что за время, когда ночь. Совершенно невозможно. Поэтому и приходили, и молились. А после вкушали, что Бог послал. Вот, поэтому такой вопрос не вставал. В древности, когда христиане прятались, от своих преследователей это было невозможно. Вот, он постепенно, ситуация смягчалась, и уже к началу 4 века, вот, после Миланского эдикта. Вот, но я думаю, что первые такие попытки наверняка уже были в конце 3 века, вот, но я просто не знаю, я не являюсь специалистом, но где-то я об этом читал в своем детстве. Вот, так-то у меня как-то в памяти осталось, что вот где-то на границе 3-4 века, ну, может, я ошибаюсь. Есть вопрос у нас? Добрый вечер, говорите. Я слушаю, батюшка, здравствуйте. Вы позавтра подскажите мне, что означает чит 12 посолмов, и почему в полуможнице читается 5 дней 17-е, как из вас, в субботу 9-е, и в воскресенье канун Трофи Петроицы. Спасибо. С чем это связано, вот, такой перечень, я не знаю. Мы этого не проходили. Но это, наверное, легко установить в интернете, наверняка это есть. Чин 12-ти псалмов – это такое молитвенное правило, очень древнее. С тех пор оно существует, это чин 12-ти псалмов возник в древних монастырях, даже, по-моему, известно в каком, но я тоже сейчас уже не помню. Это избранные псалмы. Это еще в то время, когда никаких молитвословов еще не было. А монахи и миряне молились, используя псалты Давида. Вот. И 12 псалмов таких избранных выбрали для постоянного чтения, как молитвенного правила. Поэтому это один из древнейших чинов, которые используются церковью. И этот чин 12-ти псалмов, он дошел до нашего времени. И некоторые монашествующие, реже миряне, его используют тоже как дополнение к ежедневному правилу. Обратило внимание, что в городах, где демонтировали памятники Ленину, переименовали улицы его имени, люди стали меняться. Больше людей ходят в храмы. Раньше была одна воскресная литургия, а теперь три и яблоку негде упасть. Недавно увидела результаты исследования, в городах, где улицам Ленина дали новые названия, стала повышаться рождаемость. Очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Я вполне это допускаю. Я сторонник того, что это имя должно быть вообще изъято из поминовения, чтобы оно вообще нигде не звучало. Не только самого этого главного террориста всех времен и народов. Это просто такое олицетворение бесовской силы. Вот как один депутат Владимирского горсовета, который участвовал в акте отречения государя императора. Сейчас что-то вылетела его фамилия. Он прожил до ста лет и сидел даже при советах, как он его назвал, думающая гильотина. Конечно, ему воздаются божественные почести. Ну, такого языческого плана. И понятно, что это же религиозный акт. И поэтому, конечно, вот эта вся бесовщина, она отражается на жизни народа. А если это изъять, то атмосфера, с точки зрения духовной, она, конечно, станет чище. Но то, что он еще остается во всех, во многих городах, говорит о том, что люди скорее язычники. Чем христиане. Ну, это же очевидно. Ну, у нас даже центральные каналы русские, они проповедуют оккультизм и проповедуют астрологию. А это самое такое халдейское язычество оккультное, которое, ну, на полном серьезе во всех передачах, об этом говорится как о само собой разумеющемся. А когда речь идет о христианских праздниках, показывают то, что к празднику не имеет отношения. Там погружение в холодную воду, там купание, что есть, что не есть, как будто это вообще влияет на праздник. Там верба, там, или пальма. То есть рассказывают о каких-то чисто внешних, никак не связанных с праздником каких-то вещах и событиях. То есть чисто языческий внешний подход. Это же говорит о том, что и руководство каналов, и дикторы, и все участники, они натуральные язычники. Уж как-то просто это все массово так. Ладно, когда некоторые люди. А получается, что люди живут на улице Ленина, ходят по проспекту Маркса. Нет, но они же еще, дело Ленина в них живет и побеждает. Главное дело Ленина, это было разрешение в нашей стране первой в мире абортов. И все население страны, и мужчины, и женщины участвуют в убийстве собственных детей. Но самое страшное язычество, оно и заключалось в том, что для того, чтобы благополучно жить, люди приносили в жертву своих детей. Их убивали. Ну, по-разному. Это происходило убийство, но это была жертва, чтобы умилостивить богов. И современные люди. Для чего они убивают детей? Чтобы получше, попросторнее жить. Чтобы дети не претендовали на лишние полтора метра ижи в площади. Чтобы дети не претендовали на 15 тысяч рублей на еду в месяц. И так далее, и так далее. То есть они их убивают, так сказать, за здорово живешь. Имеется в виду, здорово живешь мне самому. Все-таки отстаивают эту возможность. Они отстаивают возможность для своих языческих жертвоприношений. А кому? Ну, я кому? Ильичу. Он же главный террорист. Бессовестный и безжалостный. Самое любимое слово в ее собрании сочинений – это расстрелять. Расстрелять, расстрелять. Террор, террор. Это я помню. Да, это, так сказать, это такой злодей. То есть, если сравнить его с Гитлером, то Гитлер гораздо более такая… Гуманная. Гуманная фигура. Хотя, потому что Гитлер, он в основном убийство – это вполне определенных людей, которых он за людей не считал. Евреев, цыган, психически больных людей. У нас тоже, у нас даже журналисты есть такие, которые выступают опять на телевидении в свободном доступе и, так сказать, отставят идею, что вообще всех инвалидов надо убить. Это вот прям такой фашизм. Поэтому, то есть, армию фашистскую-то мы победили. А идеологию очень многие люди впитали. Потому что ленинизм и фашизм, они по глубокой такой сущности человека ненавистничества и демагогии. Потому что ленин был ужасный демагог. И Гитлер тоже ужасный демагог. Он вот и русских ненавидел. Вот и ленин ненавидел русских. Ленин русских ненавидел органично. Он восхищался некоторыми другими национальностями, но о русских он ничего доброго никогда не сказал. Также и основоположники этого учения, ни Маркс, ни Энгельс, в сторону русских никогда. А у нас вот Карл Маркс стоит на театральной площади, красуется. Памятник сам по себе, Кербелли, он такой. Ну, хороший, интересный. Я бы не стал его молотком разбивать, а куда-нибудь снялся в музей под открытым небом. Но что он делает на театральной площади, я тоже не знаю. Что он такой ненавистник русского народа, там что делает? И какую пользу он принес? Или Энгельс напротив храма Христа Спасителя сидит? Стал бы, да ушел. И что он? Он тоже ненавидел русских. Ну и в те времена люди были как бы откровенные такие, они прям писали, не стеснялись. Сейчас там существует политкорректность. Ненавидят, но как-то про себя больше. А тут всякие формулировки другие используют. Но ненависть-то все равно осталась. А наш народ тоже это поддерживает. Даже саму систему. Все время речь идет о демократии и так далее. Кого-то мы живем не в Великой России, а на острове Мен, где парламент родился. Ну, это же совершенно заимственная форма. Весь народ как бы плюется. Эту форму не приемлет. Спроси у любого на остановке троллейбусной. Как ты относишься к демократии, к конститутам? Большинство людей скажут, что совершенно неприемлемо. Что люди бездельники. Хотя они совсем не бездельники. И эта система, она во многом уже освоена. Но ничего в ней прекрасного нет. Почему следовать за Черчиллем, который вообще называл это все мерзостью. И так же ненавидел русских. Хотел атомной бомбардировки не то 27, не то 29 русских городов. Ну, самых главных. Уничтожить их. И мы берем, так сказать, его отношения строительства этой демократии. Это же не демократия, а демология. Зачем нам это надо? Я вообще как бы не понимаю. Ну, как обыватель. Потому что, в общем, политика не мое дело. Мы люди церковные. Нас интересуют больше, ну, как бы сердечной части. Поэтому заботиться о сердечной части. Я считаю, что страна должна быть покрыта быть церквами, куполами, крестами, колокольным звоном. Это вот будет благотворно действовать. Потому что это и есть оповещение народа о ином мире. Этому надо, чтобы телевидение послужило и радио, вот какие-то проекты, интернет-проекты. Я бы так вот, если бы от меня что-нибудь зависело. А уж совсем не оккультизм. Это вообще давно на помойке истории. А у нас все время вот и вдалбливается, и вдалбливается. Там астрология на полном серьезе. Люди с некоторой иронией, но все равно обязательно помянут. Астрологам дается прям прайм-тайм, пожалуйста, говори. А чтобы священник изложил основу православной веры, такого вообще не найдешь. Это все спрятано. И даже вот у нас есть хорошая передача для мусульман. Она небольшая, получасовая. Но о чем они говорят? Но только о внешних обрядах. Они не говорятся об исламе, о Коране, о толковании. Нет-нет. Только что кушать? Да куда встать? Да куда сходить? Да что-то чисто внешне, а саму суть ислама не касается. А людей интересует внешняя сторона больше, чем внутренняя. Обожди. А мальчиков и девочек интересуют только компьютерные игры. Вот. Езжу на автомобиле. Ты сам знаешь, очень много. И что, какое явление? Вот едет молодая, юная леди в автомобиле. Всегда едет с замедленной скоростью. Почему? Потому что она ведь все время смотрит в свой гаджет разных модификаций. Один глаз на дорогу, а второй глаз туда. Лицо у нее освещено. Но видно, что она все время там. Вот что ее интересует. Ее не интересует ни дорога, ни... Ну, штрафы за это у нас не берут. Пожалуйста, бейся куда хочешь. Вот. К сожалению. И так далее. Так что мало ли кого, что интересует. Мы хотим детей. Вместо того, чтобы их интересовало разрисовывать дома, подъезды, там, плевать, окурки кидать. Мы хотим, чтобы они заинтересовались, там, биологией, правом, экономикой, физикой. Мы же этому хотим. И мы все время противостоим их интересам. Поэтому ведь телевидение – это мощнейший инструмент воздействия на человека. Очень активный. Гораздо мощнее, чем литература, поэзия в данный момент. И поэтому нужно его использовать для развития человека, а не превращения его в быдляк. Вот. Поэтому, конечно, очень обидно, что насаждаются, ну, самые дрянь. Как бы сказал Войнович, вторичный продукт. Есть вопросы у нас, батья. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Отец Литвин, скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы ребенку не делать прививки? Потому что, я знаю, что там содержит ртуль, формалин. И очень вредно я слушала лекции одной вот такой известной, Червонской Галины Петровны. Что делать? Ну, во-первых, если с Червонской поговорить, то она не против вообще всех прививок как таковых. Хотя она специалист по этому делу. А просто прививки должны делать, те врачи должны делать профессионально. То есть, прививка, она должна производиться, ее должны предварять информация для родителей. Что, как содержится, должны быть пробы. Ребенок должен, по состоянию здоровья, готов к этому, чтобы не было каких-то аномалий. К сожалению, у нас это все проводится как некая такая компания. Потому что Минздрав, он не заботится не о пациенте, а Минздрав заботится об охвате и об оказании медицинских услуг платных. Их интересуют только деньги. Они бьются там за каждую копейку. Поэтому прививки для них, так как прививки делают с миллионами, это все-таки дело такое выгодное. Прививки, они из бюджета оплачиваются, а это деньги. Вот против этого. Чтобы все было по-честному. Потому что некоторые прививки безопаснее делать. Вот поэтому, как не делать это вообще, слава богу, у нас теперь в стране это добровольно. Ну, существуют разные способы. Например, у нас те родители, которым дети не нужны, отдают их в детский сад. А там без детства, в детском саду без прививок просто не возьмут. И уже человек вынужден. Поэтому, как вы будете это обходить, это уж думайте сами, надо головку свою этому как-то посвящать. Думать, договариваться, требовать и так далее. Тогда вы будете в какой-то степени застрахованы от некачественных прививок. А такими вещами, как вот я слышала, ну, это несерьезно. У меня в жизни все хорошо. Муж, двое детей. Хорошая по меркам нашего города работа. Это меня и почему-то смущает. Может, мне надо оставить эту работу и пойти работать в детский центр для брошенных детей. Так я смогу лучше Богу послужить? А Богу послужить можно на любой работе. Но одно дело, когда человек, например, занимается бумагами или деньгами, а другое дело живыми людьми. А Богу же интересно, какие качества души человек приобретает. А такие качества для души, как трудолюбие, обязательность, пунктуальность, честность, можно приобрести на любой работе. И эти качества будут очень приятны Богу. Ну, вот, в таком хорошем месте, как больница, для детей, работала одна медсестра. Включила лампу, накрыла абажуром младенца и ушла. Возник пожар, ребенок полностью обгорел, стал инвалидом. Нос сгорел совсем. Ну, вот она в таком месте работала. А что она от этого? Что-нибудь себе приобрела, что на всю жизнь искалечила человека? Так, по идее, ее место в тюрьме. Так что можно работать в любом месте и быть совершенно причиной инвалидности или смерти других людей. Сколько угодно такого. Вот само место, оно человека не красит. Человек красит то место, где он служит или работает. А само место... То есть Богу приятно не где человек, а как он? А как? Только как. Только качество. Понятно, что сокровища на небесах не портятся и не воруются. А вот заканчиваются ли они? Они не заканчиваются, они исчезают. Как дым. Если человек останавливается в их приобретении. Они мгновенно улетучиваются. Собирал человек, собирал, а потом... Да, можно все растерять. Буквально там, я не знаю. Одним словом. Ну, одним словом все-таки вряд ли. Но если поупражняться в этих словах, которые ты имел в виду, можно все разорить, как печка. Если открыть заслонку, то и весь жар улетит в трубу. Если не топить. Сутки пройдут, печь холодно, а еще через сутки и изба холодная. Кому-то и не топил. Только постоянно усилия. Каким образом человек потом может воспользоваться этими сокровищами? И сможет ли? Никак. Если улетучились, все. Вот если он их собирает и в земную жизнь. А ведь это образ. Просто это те качества человек собирает. Для того, чтобы эти качества позволили ему войти в общение с Богом. И вот ради этого общения. Потому что Господь к каждому человеку скажет, а одним скажет, придите ко мне, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам свыше. И они наследуют. Что они наследуют? Они наследуют общение с Богом. А другим скажут, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. А не наследуют вечный огонь, который будет жить. Вот и все. Эти качества дают возможность войти в общение с Богом. Если ты добрый, это качество способствует. Если ты злой, нет. Ну, не может злой человек войти в Царство Небесное. Будь он справедливый, там, воцерковленный, образованный, там, умный, красивый, богатый, успешный. Ничего не играет никакой роли. Там, на хорошей работе, на хорошем счету, орденов полногрудь. Не играет никакой роли вообще. Ну, пышно похоронят и все. Ну, да. Спасибо, батюшка, за передачу. Пора нам заканчивать. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...